Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Проблема в том, что я поступал на престижную специальность платно. Отучился год, понял, что не моё, потерял мотивацию. Хотел вообще забрать документы, но перевёлся на заочно, на второй курс, чтобы не терять год и деньги. Сейчас сижу дома, сессии закрываю, учеба дается легко, но сижу на шею родителей. На работу не хочу идти вообще, сижу дома, занимаюсь ютубом. С другом, но результатов пока никаких не есть, и родители давят, и кроме друзей никто не поддерживает в моём решении. Стараюсь найти работу в интернете, чтобы хоть что-то иметь. Стал в какой-то депрессии и потерял уверенность в себе. Мне 18 лет. Смотрите. Я думаю, что уверенность в себе вы потеряли раньше, когда мы, собственно, ещё только поступили на престижную профессию. Ну, по крайней мере, моя гипотеза заключается именно в этом. По крайней мере. Потому что то, как вы говорите об этом, вот то, как вы говорите о том, что поступили на престижную профессию, ну, как-то вот наводить на мысль о том, что вам как-то, ну, важнее, важнее, важнее именно то, что профессия престижная, а не сама профессия. Вот. И это как бы неплохо, на самом деле. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это неплохо. Правда. Ну, это совсем неплохо. То есть для вас это важно. Но нужно понимать, как вот, ну, как мне видеть, да, нужно понимать немножечко то, что вопрос всё-таки касается, знаете, больше, ну, вот как бы, ну, целеполагания здесь. Вот. На мой взгляд, повторюсь. На мой взгляд. И вот это очень важно. Очень важный момент. То есть то, что вы хотели поступить именно на престижную профессию, а не на профессию, и означает, что у вас недостаточно уверенности в себе уже было тогда. И, судя по всему, не добившись результатов, которые бы вы посчитали бы достойными, вы разочаровалися и потеряли мотивацию. Потеряли мотивацию. Я не достиг результата. Понимаете, да? Какая шпук? Я не достиг чего-то, ну, того, что хотел, например. у меня пропадает мотивация. Сразу же. Практически. Ну, может быть, спустя небольшое время. Обратите внимание, как вам нужна поддержка. То есть, вы нуждаетесь в поддержке, в поддержке. Очень сильно встаетесь в поддержке, в принятии. Но родители вам этого дать не могут. У них другие ценности, у них другие взгляды, у них другие представления о работе своей. И они на вас ставят. А вам, кроме друзей, нужна еще поддержка. То есть, поддержки друзей вам недостаточно. Вам хочется у вас поддерживать. Почему? Почему так? Ответ прост. Ну, относительно, конечно. Просто. А дело в том, дело в том, что друзья не поддерживают вас так, как вы этого хотите. точнее, я бы сказал, что вы не позволяете своим друзьям поддерживать вас, так как вам нужно. Не позволяете поддерживать и поддерживать их в том, в той вашей части, в которой вам так хочется. Ну, потому что вы должны быть сильным, потому что вы должны быть мужественным, потому что вы должны быть на высоте и так далее. Понимаете, да? и вот в данном случае работа с психологом как раз-таки поможет вам раскрыть и прикоснуться к той части вашей которая так отчаянно нуждается в поддержке. и вероятно тогда вы сможете ее получать. Вероятно, тогда вы сможете как я думаю ею насытиться. Да, у нас получится это сделать. Получится насытиться. поддержкой. Поддержкой. Сейчас пока не получается. Потому что ни в том месте вас поддерживают. Как говорится, не туда воюют. Ну, я бы сказал, что здесь ваши друзья не виноваты. не виноваты. Я бы сказал, что ваши друзья здесь ни при чем. В этом смысле в этом смысле на самом деле друзья делают то, что могут. не виноваты. Не всегда получается у них. Особенно, если вы не даете или выбираете таких людей, которые не могут дать вам ту поддержку, которую вы хотите. но тем не менее. Ну вот. Вы поднимайте вам, пожалуйста. Вам всем поддержка нужна. Ну, в смысле. Ну, вот. В прямом смысле. Всем нужна поддержка. Что такого вас в чем вы так не уверены. Что такого вас к чему так больно прикасаться. Подумайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.